В Наринмаре прошло очередное заседание антинаркотической комиссии Неницкого округа под председательством главы региона Александра Цибульского. Члены комиссии обсудили наркотическую ситуацию в округе, вопросы профилактики немедицинского потребления наркотиков, вопросы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. По сведениям наркологического кабинета Неницкой окружной больницы, на 1 декабря 2017 года в округе зарегистрировано 11 человек с синдромом зависимости от наркотических веществ и 42 пациента, злоупотребляющих или эпизодически употребляющих психоактивные вещества. С начала года под наблюдение было взято 5 наркозависимых, из них трое освободились из мест лишения свободы. Как отметил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Неницкому округу Евгений Солонович, за 11 месяцев 2017 года на территории округа зарегистрировано 48 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Из них 35 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Осужденные получили реальные сроки – максимальный 10 лет 6 месяцев. Также в этом году отмечен рост наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними с 2 до 5. К 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии осужден 1 несовершеннолетний. Еще один подросток приговорен к 4 годам лишения свободы условно. В регионе на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и акции, направленные на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, табачных изделий и алкоголя. В текущем году была продолжена работа по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Резюмирая итоги годовой работы антинаркотической комиссии, глава региона поблагодарил всех, кто участвует в профилактике потребления наркотиков и приобщает молодежь к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Александр Цибульский отметил, что задача всех субъектов профилактики – предоставить жителям альтернативу пагубным привычкам, помогать молодежи открыть новые здоровые интересы. Такая работа должна быть организована в каждом населенном пункте. Продолжение следует...